Наталья срочно ищет работу. Недавно ей пришлось уволиться из-за сложной финансовой ситуации в компании, где она трудилась много лет. Наталья инвалид по зрению. Готова работать, ищу работу. Очень хочу найти работу, чтобы работа была интересная и связанная с работой с людьми. Выбор вакансий сегодня большой. Только на ярмарке представлено 27 предприятий и более полутора тысячи рабочих мест. В этом году в Центр занятости в поисках работы обратились две тысячи инвалидов. Более половины из них уже трудоустроены. Предприниматели охотно берут на работу людей с ограниченными возможностями. На оснащение мест для этой категории граждан выделяют деньги из федерального бюджета. У нас имеются вакансии дизайнера со знанием графических программ и знания персонального компьютера. Инженер-механик, он же может работать наладчиком полиграфического оборудования. По некоторым вакансиям и вовсе не имеют значения физические возможности соискателя. По крайней мере, так говорят представители работодателей. Менеджер телефонных продаж – это такая вакансия, на которую свободно может работать любой человек. Неважно, имеет он какие-то ограничения или не имеет. У нас есть очень хорошие тренеры, которые могут научить любого человека, у которого есть желание. Средняя заработная плата в нашей компании в районе 25 тысяч рублей. В среднем по городу – это хорошая цифра, она абсолютно достижимая, это не какие-то космические планы. Валерий Холодов за долгую трудовую деятельность сменил десятки компаний и говорит, в области есть проблемы с работой для инвалидов. Но если ты профессионал в своем деле или готов учиться, можно найти очень даже приличное местечко с достойной зарплатой. По образованию я экономист. Ну, что-нибудь менеджер по финансовым вопросам или по работе в банке. Бабушка помогает Любе выбрать ее первую в жизни работу. Люба закончила техникум на руках диплом кондитера. Это работа, но нужно под посторонним контролем, вот такую работу. Чтобы, то есть, типа наставника там был, а она бы тогда могла работать кондитером. На рынке труда сегодня в регионе стабильность. Уровень безработицы в два раза ниже, чем в целом по России. Заявленных вакансий в два с лишним раза больше, чем соискателей. Казалось бы, откуда безработица вообще, если предложение превышает спрос? Это нормальное состояние рынка, объясняют службы занятости. Это же люди, а не трубы. Если трубы, их можно уложить, они будут лежать. А у людей есть свои предпочтения. Кого-то не устраивает зарплата, кого-то не устраивает удаленность, кого-то не устраивает продолжительность или начало рабочего дня. Поэтому здесь очень много составляющих. Также сегодня на ярмарке организована презентация учебных заведений. Здесь рассказывают о специальностях, актуальных на рынке труда, которыми можно обучиться или пройти переподготовку. Самыми востребованными до сих пор остаются рабочие специальности – слесари, каменщики, горничные кондуктора. Ксения Дорина, Ринат Бегбаев, Объективно, ННТВ.